Цель устойчивого развития, или сокращенно ЦУР, которые были приняты в ООН в сентябре 2015 года, вплоть до 360 года, представляют собой основу международной деятельности в деле преобразования для каждой страны и для всей планеты, для того, чтобы принять те вызовы, которые возникают перед нами. Вписываются в продолжение цели развития тысячелетия, рассчитанных на период 2015 года. Но здесь очень глубокие изменения. Цели развития тысячелетия ознаменовали собой осознание того, что окончание Холодной войны, противостояние между советскими католистическими блоками, не представляет собой конец всех проблем человечества, конец истории, вопреки утверждениям некоторых. И что глобализация, хотя она и дала некоторые положительные результаты, в частности, в деле уменьшения бедности в некоторых регионах, не позволила решить все проблемы. Наоборот, появились новые. А раз так, то нужно было активизировать официальную помощь развитию и сотрудничество по линии Север-Юг. Однако эти цели развития тысячелетия были предназначены только для развивающихся стран, то есть для стран Юга. А повестка дня ЦУР касается всех. Все страны, вне зависимости от их нынешнего уровня развития, должны найти свой путь в деле устойчивого развития. Им это удается в большей или меньшей степени. Эти цели устойчивого развития в конечном итоге представляют собой компромисс между различными правительствами, которые их подписали, и интересами, которые у всех разные, а иногда прямо противоположные. Но эти компромиссы были достаточно продвинуты по сравнению с теми, которые достигались в результате обычных переговоров на площадке ООН. По двум причинам. Во-первых, гражданское общество, все те, кто участвовал в социально-экономической жизни, были привлечены к этим переговорам. То есть это были нечистые государственные переговоры. Ну и кроме того, здесь оказывали поддержку и оказывал поддержку научный прогресс. Поэтому, с одной стороны, многие страны, в частности страны Юга, хотели добиться того, чтобы после серьезного экономического кризиса 2008 года, это был самый страшный экономический кризис с 30-х годов, не ограничивался каким-то замкнутым кругом стран Большой Семерки, Большой Двадцатки и предлагал какие-то предложения, какие-то идеи для всех. Ну и кроме того, наука, правительство сделали все для того, чтобы осознать те трудности, с которыми сталкивается наша планета, поскольку истощались природные ресурсы, которые необходимы для того, чтобы жизнь на Земле продолжалась, поскольку утрачивалось биоразнообразие, и этот процесс приобретал критическое значение, разрегулировались основные экологические системы, на которых зерится жизнь, и все начали понимать, какую катастрофу может представлять собой потепление климата, разрегулирование климата, нарушение цикла воздуха, цикла воды и прочие явления. Ну и кроме того, в рамках цели развития тысячелетия, хотя и удалось уменьшить бедность, были решены не все проблемы, и по-прежнему богатство концентрировалось в очень узком слое населения Земли. Именно эти вопросы будут вам разъяснены, если вам хватит терпения ума досидеть до конца в ходе этой первой недели занятий. Вы увидите также, как сама идея устойчивого развития изменила свой характер. Поначалу эта идея оказалась революционной, она возникла в результате доклада Брутлэн в конце 80-х годов. Впервые, опираясь на то, о чем говорили уже давно, начали выдвигать идею, что развитие нельзя сводить к чисто экономическим факторам, и что здесь есть социальная составляющая, что необходимо стремиться к улучшению жизни всего на сильной планете, что необходимо сохранить экологию для того, чтобы поддержать устойчивый характер развития. Но в этом докладе Брутлэнд по-прежнему обсуждаются компромиссы между этими различными аспектами. А сегодня подвижки, которые были выработаны благодаря ЦУР, и которые должны обеспечивать их неуклонное притворение в жизнь, идут еще дальше. Сегодня осмысливается комплексное взаимодействие отношений между человеком и окружающей средой, осознание социальных аспектов человеческих отношений, отношений между людьми и животными, растительным миром, природой. И сегодня, как об этом просят наши коллеги из стран Юга, например, из Монголорского университета, все в большей или меньшей степени понимают необходимость перехода на базе трех «ф» от английского языка. Первая буква «ф» от английского слова «finitude», что означает «конечный характер», то есть надо понять, что у планеты есть обленные пределы. Ну а кроме «форо» это так, надо пересмотреть наши модели развития и наши модели потребления. Вторая буква «ф» от слова «fragility», которое можно привести как недолговечность. Дело в том, что наши страны становятся все более уязвимыми. Типичным примером является концентрация населения нашей планеты в крупных городах, в мегаполисах. Надо искать новые формы устойчивости к внешним воздействиям, адаптации с тем, что отменить последствия этой недолговечности. А третья буква «ф» от слова «fairness», от слова «справедливость». То есть надо бороться с неравенством между странами, неравенством в каждой из отдельно взятых стран. Вот к чему надо стремиться, для того, чтобы успешно довести до конца те преобразования, ради которых замышлялись цели развития тысячелетия. Редактор субтитров А.Семкин